Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашему стремления, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливой сложится судьба, Пусть очищается пространство для лучшей жизни, Здесь и навсегда. Козерог 22 декабря 20 января. В этот период проявите заботу о коленях, зубах И опорно-двигательном аппарате. 22 декабря день Анны. Сегодня отмечают зачатие святой Богопраматери Анны, Которая зачала святую Богородицу. Господь послал ангела своего к праведным Иоакиму и Анне, Чтобы тот предвозвестил о зачатии бесчатной и неплодной Анны И о рождении ею девы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом долго не могли зачать ребенка. А когда они находились в преклонном возрасте, Ангел сообщил, что они станут родителями. Анна и Иоаким решили, что отдадут дочь в храм для служения Богу. На Анну приходится самый короткий день в году, А также наблюдается самый сильный мороз в декабре. Этот день считали своим праздником пчеловоды. Утром они приходили в омшанники, Осматривали их состояние и читали особые заговоры на здоровье пчел. Согласно верованиям, это помогало в следующем году получить много меда. Старались из дома не выходить, особенно вечером, Поскольку сейчас хищные звери, например, волки, Собирались в стаи и могли напасть на одинокого человека. Сегодняшний день имел особое значение, Как время борьбы сил света с силой тьмы. Наши предки обращались к красному солнышку, Славили его, просили, чтобы холодные дни поскорее закончились. Считали, что сегодня солнце умирает и вновь возрождается. Приметы. Если сегодня хорошая погода, 31 января она будет такой же. Если сегодня инии на деревьях будут пасмурно под Новый год. Беременным женщинам сегодня запрещалось разжигать огонь И выполнять любую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Если сегодня снег лежит вплотную к изгороди, будет плохое лето. Просветы предвещают богатые урожаи. Беременные сегодня должны поститься. В другие дни это не обязательно. Сегодня нельзя встречаться с больными или увечными людьми. Ребенок может родиться больным. Беременным сегодня нельзя переступать острые предметы и упряжь. Ребенок может родиться больным или возникнут осложнения во время родов. Если у вас воспалились миндалины, вы кашляете, то вы можете сделать следующий настой. Взять цветки календулы или листья шалфея лекарственного, ну что имеется. 4 чайные ложки шалфея. Заварить двумя стаканами кипятка. Настаять 30 минут, процедить и полоскать. Если есть цветы шалфея, значит шалфея. Если нет шалфея, то цветы календулы. Также полоскать надо через каждые 2 часа в течение дня. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И от всех людей дается. Шелестят конфет-отверки. Там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. И веселись, веселись, веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он потарки раздает. Радостью в любовь ласет. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы же обождем. И почекание бокалов, ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он потарки раздает. Радостью в любовь ласет. Это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сердечный. Наливай бакал с картией. Загадай свое желание и подзвонку Ром-По-Пей. Ай, веселись, веселись, веселись на кровь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова